чик то у нас типа фотосессия прошла и карп отправляется в ставок и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Здоров рыболовы, а вы на канале Карповая Кукуруза, а мы наконец-то попали на Ульянки И вот чудесное озеро Ульянки Да, мы наконец-то здесь Долго мы собирались, долго запрягали, но приехали Удочки закинули, поодевали флетки Старый корм, ну просто, чтоб лежало Да, знаем, так неправильно, здесь на флетке типа не ловится Нужен пенопласт, но об этом потом Стоит дальномер, ждет в своей участи Стоит маркерное удилище со шнуром, поплавок валяется Купили мы, ага, солнце светит Так, вот у меня теперь есть тренога, чтоб по-красивому взвешивать В общем, сачок, мосток собрали, ура, ну и удочки И наш лагерь Да, сейчас покажу, на что будем ловить Как будем ловить, где будем ловить Потом отмаркеримся, покажу, что мы здесь понаходили И будем ловить рыбу Мы в 18-м секторе Хорошо или плохо, я не знаю Но, это наша первая рыбалка на Ульянках По итогу мы узнаем Хорошо у нас был сектор или плохой, а другого все равно не было До новых ключей 18-й наш сектор Тиммейт сидит А что сегодня будем ловить Сегодня у нас пелец 4,5 мм На него будем кормить Из него же Мой тиммейт будет делать себе стики В пелец добавляем коноплю От Робина И будем делать все на сливе Еле нашли ее, наконец Эту эссенцию Но купили В общем, будем делать слива и закорм Конопля у нас от Робина Перешли на новую коноплю Еще потестируем ее Сравним с другой Заказал у ребят Большое им спасибо, кстати Прислали нам в подарок еще Перловку и Какой-то соус Ну, соус мы съедим А перловку скормим рыбам По-любому Да То есть это наш общий закон будет Я буду ловить Я немножко упоролся То есть у меня будет Я буду ловить на пелец Двушку Четверку я перемолю в пыль И оставлю мало четверки Там мне будет один стики Вторые стики у меня будут на сисимурина криле Заливать я их буду В один добавлю Респонс Пайс Во второй добавлю Чил Хэмп Ну, это которое Острое конопли-конопельное масло Масло поменьше Респонса побольше Криль Возможно ли во нем еще в закорм Стики Пока что ноль стиков Еще ничего не готово Будем вязать По насадкам По насадкам Это пенопласт Я снимаю одной рукой Мне невозможно показать Короче И рука грязная Хе-хе Вот такой пенопласт Это медики Технопуфи Нам посоветовали Ну, пересыпал банку от сисимура Так круче выглядит Еще есть второй пенопласт Какой-то купил пробный Но мне кажется, он слишком большой Будет поднимать крючок Но его тестил С крючками получается печально По крючкам По крючкам У меня исключительно шестерка Будь здоров Одной рукой снимать неудобно У меня шестерка Это будет Как она называется Гамакацию Хаябуса Хаябуса шестерка Вот нарезал поводков Сделал две десятки Не знаю зачем Двенадцатых и пятнадцатых Подготовился Вот так На то, что мы будем ловить И чем будем кормить Сейчас начинаем все-таки Клипсовать, маркерить Смотреть, на какую дистанцию кидать Потом замачивать стики Их вязать У нас уже пять вечера Мы поздно приехали И покажем, что у нас уже получится Наверное, до встречи с какой-то первой А, ну еще покажем, что получилось По итогу маркерения и клипсования Давай Ее, пошла конопля Все, готовимся, короче До новых эфира Короче, закинули две банки конопли Да, продолжаем наш закорм Соотношение будем делать Тридцать на семьдесят А, то есть Две банки конопли Три черпачка Пелеца По-хорошему Пелец Тут нужно молоть в пыль Да, но у нас мнения разделились Потому что мы На ульянках первый раз Ни черта не знаем Одному посоветовали пелец закидывать целиком А мне посоветовали пелец молоть в пыль Ну, решили пока остановиться на варианте Целиком кидать Посмотрим на отклик Потом можем делать Может быть и будем делать пыль из нее Замешали Сейчас добавим еще сливы Пахнет прекрасно Пахнет Сейчас он ее съест Короче, первый закорм он съест Потому что она прекрасно пахнет Он сказал тогда Добавляем сливы Замачивается И идем спам бить Ну и последнее Штрихи У нас получилось Два с половиной килограмма еды Поэтому нужно добавить Двадцать пять кубов сливы Отмерил ты, конечно же, больше Короче, добавляй Вообще, она была, конечно, и размешать с водой Да, добери сюда воды Чтобы она хоть там перемешалась Короче, вот Вот это сейчас добавим воды И сделаем первый закорм Это уже показать неинтересно Да, все Так, снова здрасте Мы На маркерили Что у нас получилось У нас получилось Три точки Левая и правая Это край секторов А вот это вот Каляки-маляки Бугры Это вот те деревья Типа наш центр Где они заканчиваются Чтобы у нас ночью Была какая-то привязка По темноте Тут у нас бардак Еще не успеваем Уже скоро будет темнеть У нас даже лагерь не собран Что у нас получилось У нас получилось Ярко выраженная Такая вот глубина Два метра Да, где-то на 85 Там 80-85 метрах Никаких там стучащих Гремящих Тарахтящих вещей Я не нашел Ну, я не нашел Может, я маркерить не умею Вполне может быть Но на 80 метрах На рубеже Вот эти 80-85 Есть углубления До двух Или это очень глубокий Ил вонючий Или это какая-то бровка Типа русла здесь Ну, мы решили Привязаться к ней Да То есть туда и будем бомбить Не более Четко проходит На 80 метрах Можно рассказать Аж там Три точки сделать Четыре точки сделать Две точки Такое Поводки Фэншуй Карповый Да Навязал себе 12 Сантиметров 15 И зачем-то 10 Ну, зачем 10 Не знаю Первые стики Уже готовы Да Первая партия Уже есть Сейчас буду забрасывать Это у меня Получился Это у меня Сисимур Да Криль С крилем И добавил туда Фитстима Вот этот Фитстим Криль И Сисимур Криль В общем Намешал Пахнет Обалденно Выглядит Вот так Второй Сейчас еще Будем закинем Сделаем мясорубку Помолим Тот перец На стике Помолю Этот перец И буду добавлять В него Уже Коноплю И Спайс Вот так Рыбы пока нет Ни у нас Ни у соседей Ну, ждем А еще У нас очень сильное Очень сильный Ветер Слева Направо Это Кстати Очень сильно мешало Маркерить Потому что Выдувало дугу На шнуре И поплавок Доходило до 2,5 метров И потом нужно было Долго-долго Вытягивать И проверять Скиг глубину Возможно Это очень сильно Еще повлияло На наше маркерение Но я никогда В жизни не маркерился В такой сильный ветер Боковой Ну, с волной Боковая волна Когда идет И просто физически Выдувает шнур Так что Может быть Маркерение было Неверное Ну, кто ловил В 18-ом Знает здесь Сектор Можете подтвердить Или посмеяться С нас Когда будете это смотреть Ну, сделали Как у нас получилось Все Перевязываемся Клипсуемся Натянули колышки Сейчас будем делать Наши точки Ну, лагерь Еще в состоянии Война прошла Короче Кидаем Подкормим И будем собирать палатку И наведем здесь порядок Чтоб красиво Все было в кадре До новых эфиров Ветер стих Ура До сих пор бардак До сих пор Он лежит Палатка Несобранная Сейчас уже будем собирать Но Мы Наконец-то Сделали стики По стикам у нас Это ночная Будет версия На Рэшпон Спайси И перец Это будет дневная И тоже пробуй ночью С маслом С конопляным И На него была Уже одна поклевка И был сход Да Это Сисимуровский криль С крилем И с фитстимом Здесь Получается В мясорубку Тут не годилось Снать мясорубку Кое-как смогли На мангале Это сделать Сюда ушло Четырехметровый перец По 250 грамм Перемололи в муку И добавил 250 миллиграмм Духмиллиметрового И какие-то остатки Насыпал четверки То есть тут получается Фракция двойка Пыль И четверки Немножко В общем Вот такие стики Да Повадки ждут Готовые Еще навяжу Маленькие стики Уже есть Сисимуровские Вот они Закинули удочки Сейчас быстренько Собираем палатку И будем спомбить Уже на вечер Потому что Соседи Наши уже Вовсю Спомбят Да И слева Спомбят у нас Только что Спомб смотали Вот так А и последние Еще стики сделали Детвой стики Stickmix Ведри Fox Еще у нас есть стики Ведри Fox Здесь у нас Не могу открыть Короче Здесь у нас То же самое Сделали Взяли наш перец Карпио У него другой способ Да Вот этот Смололи 50 на 50 Мука В муку Его смололи И добавили Четверки Пропорция 1 к 3 Ну и Ульяновки Ветер закончился Ура У нас закат Начинается И мы погнали Собрать палатку До новых У нас День прошел Под знаком тишины Было два схода Мы немножко Поменяли Наш закорм Сдвинули точку Вперед 80 метров Оказалось Насколько Большой ошибка Это был большой Угод Ивг Мы ушли На 100 метров Начали кормить Как и все Пришел к нам Карп Карпик В принципе Такой большой Но для ульянок Это Это маленький Карп Я думаю Поэтому мы сейчас Его наверное взвесим Покажем сколько Он весит И будем отпускать Столок А еще я с ним Сотографируюсь Ну вот такой Спотуха Чем мы его полили И А здесь Мы его полили Сейчас я получу Помоги По стол Как хорошо Когда весы Вот так Без сверха Житаем 9 килограмм 9 килограмм Это позор Ульянок 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 Короче Такое Ладно За вами фото И вставок Чик Это у нас Типа фотосессия Прошла И карп Отправляется Вставок 9 килограмм И чай Короче На На ульянок Как такая рыба Приносит расстройство Наверное Да Не радость А Такое Ну да 9 Тертешу Ждем ночи Может что там Смениться И у нас Без 15 8 Наконец-то Мы наконец-то Собрали палатку Мы наконец-то Более-менее Навели порядок В лагере Ну так Наполовину Перегнали машину Как-то тут Более-менее Посортировали И начинаем Кормить Да Соседи У них был зацеп На лодке Вот сплавали Притащили рыбу На скидку Килограмм 1000 По факту Килограмм 18 У них Они поймали Но мы Наконец-то Начинаем Кормить И ловить Да Вывод Приезжать Нужно В 12 А не Как мы Черт И когда Все Спамбим И ждем Уже Ночную Ловлю 2 часа Ночи Да Примерно То есть Мы кормились Где-то С 9 Выкормили Сначала Порядка 10 Спомбов И потом Подкидывали По 2 3 Спомбов Точку Вот Ну да 2 часа Ночи Сейчас балуюсь Фонарем Катрановским Своим Который Все Подсвечивает Тиматея Ну Подсказочку Оставлю На его Обзор И обзор Всех Наших Фонарей Короче Не об этом Кидали Корм По 2 3 Спомба В каждую Точку Раз Сейчас Подкидывали Слева И справа У нас Соседи Кормились Справа Где-то 125 Слева 140 Да У нас Было Это 1110 Точка То есть Мы Заведомо Были Ближе К берегу Ну Ловили Вом Случа С Нашей Точки Пока Даш Были Возможности Паспомпы На этой Сессии Я Левое Служилище Закинул Максимально Далеко Чтобы Этот Зонтик Классический От соседей Нас Сильно Не Перекрывал Это Был Пробный Заброс Просто Никуда Максимально Далеко А вот С него Пришел Амур Амур Не рекордный Ничего Обычного Нет Просто Обыкновенный Амур Но Что Характерно Было Что Наши Точки Кормовые Так И не работали Возможно Потому Что Как Раз Мы Были На Более Близкой Дистанции Чем Наши Соседи Справа И Слева Что Могли То Могли Амура Выпускаем То Есть Сейчас Будет Взвешивание Ничего Необычного В нем Нет Да Вот Так Сейчас Буду Вытаскивать Не Значим Что Еще Звучил Что Здесь Рассказываю Важное Наверное Не Сильно Важное Крючок А Да В поводу Крючка Что Да Вот Я Вспомнил Амур У него Ротовой Аппарат Устроен Более Жесткий Поэтому Крючок После Амура Тем более У нас Хайбуса Достаточно Одноразовые Крючки Поймал Амура Крючок У меня Пошел Мусор Одел Новый Крючок Но Все Распутал И Сейчас Будет Ввешивание Ну Такая Наша Первая Была Ночная Рыба И Взвешивание То есть Это У нас Сейчас Где-то Часа Два Ночи На Видео Была Поклевка Пришел Амур Сопротивлялся Под берегом Слина Я Даже Обрадовался Думал Что Это Большое Ну Потом Увидели Хвост И Поняли Что Нет Что Идем На Уменьшение По Факту Весов Сейчас Увидим Что Амур У нас Получился 7-700 С мешком То есть Ну 6,5 Килограмм Это Да Карп Девятка Амур 6,5 Это Ощущение Что Не На Ульяна Ках А На Ком То Просто Обыкновенном Водоеме Безрадостно Это Все В общем Этого Амура И Не Фотографировались С ней Ну Это Такой Позор Номер Два И Отпускаем Конечно Жеста Ух Забегая Наперед Это Сейчас Где-то Два Часа Ночи Да Температура Была Плюс 7 Потом Температура Упала До 4 Градусов Или до 5 Поднялся Туман Было Видно Уже Ничего Оставил Удочки И Легли Спать В 4 Часа Была Поклевка Я Выбежал Там Перепуганный В термухе В одной Не успел Одеться Было Не до Камеры Поймал Еще Одного Амура Это Было Самое Быстро Наверное Поматывание В жизни Самое Быстро Вдвигование Крючка И самое Быстро Выпускание В воду Потому что Дубарь Был Ну просто Максимальный Там Уже Было Не до Съемок За ночь У нас Был Амур 6.5 Амур Десятка На этом Все Так Прошла Ночь Фух Амура Мы Отпустили Звук Мы Не записали Там Оказывается Долбанная Сырость Что-то Заглючило Но Открытие лет Секрет Ульянок Мы открыли Как наловить Здесь много Рыбы И очень быстро Очень простой Секрет Берем Сачок Опускаем Его в воду На чуть-чуть Буквально На пару секунд И вытаскиваем Из воды И у нас Есть 2 килограмма Рыбы За одну Секунду Ловли Вот Такого Секрет Ульянок А у нас Уже Очень холодно Так рыбам Конечно Дружески Выбросим Сто лет Не впало Плыви Спасайся А у нас Плюс 7 Очень холодно В печке Мы включили Уже В палатке Включили Печку Греемся Потому что На улице Просто Дубарь Клево Видимо Наверное Из-за этого И нет Потому что Ни слева Ни справа У всех Все удочки Молчат Как-то Наверное Это похолодание Все-таки Повлияло на рыбу Ну или мы Ловить не умеем В общем Две рыбы Поймали За сегодня Одно вечером Одно ночью И на этом Пока все Пошли греться Или можем Лежим спать Не знаю По такой холодине Что-то активность Упала Удочки Забросили Пейджеры Включили И пошли греться В палатку Будет рыба Покажем Не будет Тогда до встречи Утро Пока Продолжение следует... Закончили нашу рыбалку, это была разведка боем, разведка боем Ульяноком, делали все как нам советовали, своего опыта здесь ловли мы не имеем, будем его набираться. Ловили мы здесь сутки, конечно же крайне мало для этого озера. Приехали вчера поздно, сегодня уже собрались, но за сутки что у нас получилось. Вчера был карп, тут девятка, ну калдяновским меркам это ни о чем, ночью был семерка Амур, когда у нас не работал микрофон, и был десятка Амур в 4 утра, когда было плюс 5 градусов, вообще невыносимо холод и туман, там было уже не до съемок, было быстрее его поймать и спросить. У моего тиммейта было два схода, самое интересное, что сходы у него были с дистанции 40 метров, да, то есть мы нашли первую дистанцию 80, потом быстро поняли, что это было просто глубокий ил, а никакая не яма, мы с этой дистанции ушли, ушли до 100-110, в общем кормили, кормили по-правильному, как здесь объясняют перец, перемолотый перец, все на сливе, стики, пенопласт, ну короче, три рыбы по Ульяновским меркам, это позор и печаль, но мы его открыли и через две недели мы сюда же вернемся на полноценную рыбалку, на дуло суток. Это была печальная карповая кукуруза, подписываемся на канал, смотрим наши другие ролики, наверное, с более удачных рыбалок, да, какие-то подсказки, короче, мы не в настроении, абсолютно, потому что мы ожидали большего от этой рыбалки, получилось меньше, ну как для разведки неплохо, три рыбы взяли, плюс эта погода, которая вчера было 22, да, ночью было плюс 5, потому что как-то тоже поверяло, ну и пара все отмазка в секе-бре, короче, подписываемся, смотрим другие ролики, это была карповая кукуруза, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok